Спасибо огромное всем, я люблю вас и я очень благословен, что вы у меня есть, что у меня такая благословенная церковь, что у меня такие благословенные братья и сестры. Я благодарю вас, я люблю вас очень сильно. И вы знаете, для меня нет большего подарка, вот честно говорю, без всякого пафоса, нет большего подарка, чтобы видеть вас в теле Христова. Это самое главное, вот если вы будете в теле Христовом, будете с Богом, будете в церкви, это самый будет лучший подарок для меня. Поэтому благодарю Господа за вас, слава Господу, спасибо большое. И вы уже, наверное, знаете, что у нас сегодня необычное служение, у нас сегодня благословенное служение. И вы знаете, я благодарю Бога, что Он дает нам слышать Его Слово, и не только через меня, через проповедника в нашей церкви, но также через благословенных служителей тела Христова, да, служителей других церквей. И сегодня у нас, вы уже видели наверняка, и знаете, что у нас сегодня гость, и я очень благодарю Бога, что наш гость нашел время сегодня для нас. Это священнослужитель, архиепископ Православной Реформаторской Церкви, Спасителя Христа, Христа Спасителя, Сергей Журавлев. И вы его только что видели, и сегодня, дорогой хипископ, архиепископ, мы хотим использовать тебя на пополной программе уже, раз ты для нас. Хорошо? Поэтому, да, поэтому будем молиться, и я хочу, чтобы, кстати, у Сергея шестеро детей. И я думаю, что когда, если мы будем сейчас молиться о детях, я думаю, что будет уместно, что Сергей помолится за наших детей. Отцовским благословением также. Дети, выходите, и мы помолимся о вас, и вы пойдете на вашу воскресную школу. Учителя воскресной школы, на воскреску, да. Хорошо? Да. Выходите все, дорогие. Ну, маленький пусть посидит там. Да. Слава Богу. Благоставляем детей. Да, у меня вот шестеро детей Бог дал нам родить, шестерых. И уже один внук уже. Да, так что началось мое дедство. Дедовщина такая у нас. Да, значит, началась. Вот, оказывается, дедушкам будет очень приятно. Да, значит, и детки, мальчики, девочки, всех вас благоставляю. Во имя Господне благоставляю, любите Бога, и будьте любимы, и слушайтесь, родители. Вот, учите легче, будет на вашей воскреске, говорите, да, воскреске, на вашей школе этой. Пусть Бог благоставит вас. И сегодня, и во все дни вашей жизни. Во имя Иисуса Христа, Отец, благостави Бог наш своим отцовским, любящим благоставением. Благостави своих деток, Боже, по богатой своей милости, и тех, кто будет и учить, Боже, и заботиться. Боже всемогущий, благостави Господь всех во имя Христа Иисуса. Боже всемогущий, пусть и ангелы, Господь, оберегают их во имя Христа. Аминь, 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 благоставляю всех вас. Так, детки, вы выходите. И у нас Сергей также будет делиться словом. Словом Божьим. И я думаю, что давайте откроем наши духовные уши, плотские уши, чтобы мы услышали, что Господь сегодня хочет сказать для нас. Поэтому, слава Богу, мы благодарны Господу за вас. Сергей, кстати, мы правильно славим Господа? Правильно. Значит, мы тоже православные. Православные, получается, да. Прошу вас. Спасибо. Спасибо, пастор. Слава Богу. Да, правильно славить Бога. Вопрос такой, да. Правильно ли славить Бога? Православно. Молодцы, конечно. Слава Богу. Потому как мы по-разному действительно, как перед служением мы говорили, да, с пастором, что действительно по-разному славим разные песни, поем порой обряды, традиции. И вместе вот с Глебом мы успели еще перед собранием побывать еще в одном собрании. Даже заехали на богослужение, застали окончание богослужения, значит, в католической церкви, там, на Левобережной, в этом большом соборе. Да, значит, и знаете, там один обряд, там, красиво, да. Я там первый раз был вообще в этом соборе. Значит, только видел его со стороны, из метро вижу, что, да, собор большой построили. А внутри ничего ни разу не было. Вот сегодня побывал. Слава Богу, спасибо Глебу огромное. Вот, да, значит, и знаете, ну, скажу, что, кстати, да, я посетил тоже там, там, усыпальница, могила, да, вот, значит, очень дорогого мне человека. Он там похоронен как раз в прошлом году. Он умер, ушел в вечность, значит, это Любомир Гузов, да, значит, уже покойный. И я очень дорожу памятью этого человека, об этом человеке. И для меня он открыл дверь в Украину, в общем-то. Я когда впервые приехал в Украину, в 97-м году я как раз приехал к нему в гости. И у него во Львове гостил две недели. Первый город, который я посетил вообще в Украине, ни разу в Украине не был вообще в своей жизни, впервые побывал в городе Львове сразу. И я ходил по улицам города, и, знаете ли, ну, как бы для меня все так чудно было. Люди за место здрасте говорят «Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу!» Я ж не знаю, здрасте, здрасте, батюшка, иду. Да, так что даже Штирлиц не выдавал так парашют сзади болотящийся, как меня выдало мое здрасте. Ну, одна бабушка меня пожалела, значит, и говорит, батюшка, я вижу, вы не местные. Я говорю, да, говорю. И она меня это проинструктировала. Она так говорит «Слава Навике, Богу Святому слава Навике!» Говорю, о, спасибо, исправлюсь. Да, мне так понравилось. Да, и две недели, что я гостил тогда Любомира Гузера, он был тогда помощником кардинала, он тогда уже в 97-м был уже человеком немолодым далеко, немолодым. Но я очень Богу благодарен, что он меня принял так по-отцовски, знаете ли, нежно, так вот именно по-дружески, по-отцовски, и две недели, что я жил у него, для меня стали, ну, скажу так, поворотным моментом. Я для себя открыл Украину, культуру украинскую, для себя открыл мову украинскую, мову открыл для себя, для себя открыло очень много всего. И эти две недели пролетели буквально как мгновение, но они были наполнены вот этим таким присутствием Бога, потрясающим. И знаете ли, вот через него я полюбил Украину, через него для меня открылось. Раньше для меня Украина что это? Ну, хохлы, бандеровцы, сало, обрезы, как бы. То есть, ну, ну, нет, извините, ну, за что купил, за то продал, как бы, да. Я родился и вырос в России, как бы, значит, и, в принципе, ну, как бы, на уровне подсознания что-то такое, знаете ли, наверное, специально я же так не думал плохо, просто как бы так вот думал само собой как-то, по умолчанию. Опции были, видите, поставлены мне просто, по умолчанию. Но, слава Богу, пообщавшись с Любомиром, побыв у него, знаете ли, я вообще увидел другой мир совсем, о котором я не знал даже вообще. И я очень полюбил Украину. А когда приехал сюда в Киев после Львова, так мне здесь уже приснился сон, представляете, приснился сон, что я проповедую украинской мовою. Думаю, к чему бы это? Да, сон в руку. Да, друзья, и приветствую всех именем Господнем. Сегодня, конечно, я хочу говорить, у нас немного времени здесь, здесь у вас аренда, здесь у вас не свое пока помещение. Благоставляем вас также, чтобы у вас было свое помещение и свой зал, чтобы вы не зависели, знаете ли, от аренды, и чтобы, наоборот, других еще благоставляли еще помещением. Слава Богу, слава Иисусу Христу. Пусть свыше от Бога этот подарок будет для вашей церкви, для Спасиб Дим. Название такое, Спасиб Дим. Прекрасно, слава Богу. Да, друзья, и для меня, я очень люблю проповедовать и мусульманам, я вырос в большой мусульманской семье, по матери а-тотарин, по отцу еврей, вырос русским атеистом. В общем-то, в училище учился художественным, у нас была одна девчонка, ее мама еврейка, а папа цыган. А мы спрашивали, а кто ты, Лена? Да гуская, гуская. И вот мы все выросли гускими. Но, знаете ли, слава Богу, что однажды произошло великое чудо. Слава Богу за наших мам и пап, за наших родителей, слава Богу за то, что они дали нам жизнь. Бог через них нам подарил это земное бытие. Слава Богу за это все. Но наипаче, слава Богу, за новое духовное перерождение, духовное рождение свыше, новое рождение, самый великий дар, спасение, дар Божий во Христе Иисусе для всех и вся. Спасение, которое Бог дает, невзирая на нашу нацию, нашу культуру, цвет кожи, на наши предрассудки всевозможные, религиозные, политические и прочее, прочее, прочее. Бог над всеми нами. Бог высший. Бог, как мы его сегодня воспевали в этих прекрасных песнях. Спасибо огромное за прославление, за эти песни, за исполнение. Слава Богу, это замечательно. И действительно, как вначале было сказано, в духе и в истине. Так оно и должно быть, действительно. В духе и в истине. И, братья и сестры, дамы и господа, я хочу прочесть некоторые строки из Библии. Да, пожалуйста, из Иоанна 11.25. Моё любимейшее из Библии текст, стих, оно и песнопением является у нас тоже. Вот 11.25, Иоанна 11.25. И это та рема, которой я живу последних 15 лет. Последних 15 лет. С 2003 года я живу этим словом. И хочу этим словом с вами делиться. Потому что первый раз, когда бываю где-то в церквях, в общинах, где-то разных конфессий, я проповедую в разных тоже собраниях. Последних 20, уже больше, чем 20 лет, я проповедую с 96-го года самого. Проповедую в разных собраниях, в разных конфессиях, динаминациях. До 96-го года я был сугубо русским православным священником, Московского Батриархата. И как бы, ну, в общем-то, в те времена я не общался с другими конфессиями. Я строго придерживался, будучи молодым священником православным, придерживался строго своих традиций, будем так говорить. В 87-м году, в 88-м, как раз вот 30 лет назад, чуть больше, начиналось мое служение в православной церкви. Тогда я был и подиаконом, чтецом, руководил хором. В 91-м году стал священником. И до 96-го года служил верой и правдой в самой такой ортодоксальной, традиционной, православной, канонической, там, как называется, церкви. Но вот последние 20 лет уже больше являюсь реформатором, обновленцем. Ну, как сами догадались уже, да? И как я дошел до жизни такой? Действительно, истина освобождает. Божье слово несет свободу. И есть в Библии много прекрасных слов. Конечно, в Библии это собрание очень многих слов, знаете ли, очень многих изречений, очень многих мудростей. Там есть слова Божьи, есть слова дьявола, есть слова людей мудрых, людей глупых, людей верующих и неверующих. В Библии очень много всего. То есть, Божье слово, оно, когда мы говорим Божье слово, оно в целом Библия Божье слово. Но там множество всего, на самом деле. Много и порока, и лукавства, и греха в Библии тоже описывается. То есть, Библия не учит нас смотреть через розы в очки, знаете ли, на этот мир. Библия открывает жизнь, как она есть. Во всей грязи и прочее. И мир возле бежит, тоже Библия говорит. Но, помимо того всего, в Библии есть слова Бога всемогущего, непосредственно, которые открывают все больше и больше его сердца для нас. И это потрясающе. И есть графы, да, греческое слово графы. Ну, все уже знаете, наверное, да? Протестантам, говорит, сам Бог велел это знать. Графы, вот, допустим, традиционный, классический библийский, допустим, вот текст, напечатанный на бумаге, да, графы, или вот скачанный на наши гаджеты, да, вот, это графы, все. Вот, есть логос, логос, это мудрость, совет, да, значит, логосом может быть названо слово, которое мы используем для, допустим, достижения цели определенных. Кстати, логосом могут пользоваться и пользуются даже порой чаще, чем даже верующие, неверующие люди, да, значит, с прискорбием, как бы, отмечают для себя. Допустим, и в бизнесе, и в психологии, в разных науках многие люди, даже далекие от религии, используют логос божий, то есть божья вот эта мудрость из Библии, знания из Библии используются. К сожалению, даже многим верующим нос утрут, многие неверующие в этом отношении. Но есть еще кое-что, помимо этого, есть еще рэма. Рэма. Рэма, тоже по-разному переводится это слово, но оно означает именно открытое, открытие сокровенного, открытие. И плюс еще, это слово означает пережитое, то, что ты практически, ну, стала плотью твоей уже, да, частью тебя самого. Ну, допустим, если, к примеру, женщина молодая, к примеру, две женщины, да, проводят семинар о воспитании детей. Одна из них уже, к примеру, родила, воспитала, в люди вывела, и они состоялись уже, эти люди, да, как служители. Вот, и она рассказывает те же самые места из Писания, те же самые примеры, в ее устав это будет рэма, да. Значит, а вторая, допустим, еще сама не рожала, и, понятно, не знала этого всего лично, но также те же места Писания, и также мудро все рассказывает. В устах второй женщины это будет логосом. Вот, рэма еще называет пережитое что-то. А оно пережитое настолько, что тебе уже, как говорится, хоть кол на голове чеши, от тебя это не убудет. Это часть тебя самого. Тебя хоть ночью разбуди, ты это знаешь вообще. Это часть тебя самого, это твое естество. Это слово, ставшее твоей плотью же, ставшее частью тебя. Не разлей вода. Это все, это наше, это естественное наше. И чаще всего, допустим, человек, переживший, допустим, нищету безденежья, какие-то кризисы, да, значит, и потом познавший Бога как Эль-Шадая, более чем достаточного Бога, обеспечителя сверхъестественного, он знает рэму о Боге как дающем больше, чем достаточным Боге. И его как ни разубеждай, ни переубеждай, он знает, в кого он уверовал. И он знает эту часть, эту грань божества. Если человек был более смертельный и был списан уже людьми с этого света, но пережил чудесное исцеление сверхъестественное, тогда он знает Бога как своего целителя. И его как ни разубеждай, ни переубеждай, что Бог сейчас не исцеляет, якобы есть такие даже воззрения в христианстве. Но знаете ли, он скажет, да вы что, я это знаю лично, Бог меня исцелил, Он целитель мой. И так во всем остальном. Чаще мы опытно постигаем что-то, какие-то имена. В Библии много имен Бога, которые раскрывают Его суть. Ну, самое, конечно, известное, да, Йодхей-Вафхей, тетраграмматон мы называем, читаем мы как Яхве или Иегова, которое имя в себя вобравшее и прошлое, и настоящее, и будущее, вечность, целую вечность. И все остальные имена, они раскрываются, скажу так, раскрывают сущность Бога. И вот здесь, друзья, два имени Иисус раскрывает. Он сказал, я есмь воскресенье и второе имя, жизнь. Я есмь воскресенье и жизнь. И верующий в меня, если умрет, оживет, он говорит. Все помните, да, контекст 11 главы? Это воскрешение кого? Лазаря, да? Праведного Лазаря. Воскрешение Лазаря. Есть такое даже, как Лазарева суббота, даже перед верным воскресеньем празднуемое. Остается времени уже немного до Пасхи. Так вот, и, друзья, то есть обычно в субботу перед верным воскресеньем по традиции вспоминается воскрешение праведного Лазаря и называется Лазарева суббота. Так вот, и читается этот текст тоже из Писания. Иисус воскресил друга своего Лазаря, воскресил его в четвертый день. Если бы он пришел чуть пораньше, как и ожидали его, знаете ли, и Мария, и Марфа говорили, кто не умер, Бабарат наш, они верили, что Господь целитель. Они видели это многожды и наверняка сами переживали исцеление в своей жизни, понимаете ли? Но они знали его как целителя, но он не пришел, он не исцелил. Хорошо, Лазарь умер. У них еще теплилась наверняка надежда, потому что они слышали, что Иисус еще и воскрешал мертвых. Но прошло три дня, и все, время ушло. Как говорится, поздно пить боржоми. Уже поезд ушел. Все, после драки кулаками не машут. Знаете ли, почему? Потому что в любом направлении иудаизма, тогдашнего или сечашнего, вам сказали бы одно, что максимум три дня возможно для воскрешения умершего человека, а затем все. Считается, что вот то место, где души поднимаются на небеса, это вот хевер, по-еврейски, связывай, хеврон, то место, где наш праотец Авраам свои шатры ставил. Так вот, и там души поднимаются в небеса. И все направления иудаизма и до сих пор-то говорят, что нет, все, после третьего дня невозможно уже воскрешение. Только лишь в последний день, если верят в воскрешение иудеев. Но были такие, что и не верили, садокие, к сожалению. Садок, он весьма в этом заблудился, даже Иисус обличил его последователей. Так вот получилось. Но, дамы и господа, братья и сестры, удивительно, но Иисус пришел после третьего дня, в четвертый день. Заметили, да, что он как бы не торопился. Почему? Чтобы показать в этом воскрешении себя как Бога всемогущего. Если бы он первых три дня воскресил друга своего, то он бы дал бы все основания сказать, да, мы знаем, ты от Бога точно, как Никодим, помните, говорил, да? Но назвать его пророком, назвать его просто учителем, человекотворцем просто, уже язык не поворачивался после воскрешения Лазаря. Все. Потому что до того его можно было бы назвать и пророком, и учителем, и мудрецом, значит, и чудотворцем таким, но после Лазаря, воскрешения, уже никто из религиозных вождей не имел бы права говорить о нем только такими словами. Надо было признать его Богом всемогущим, всесильным. А это означало ломать всю систему. Они предпочли убить его из одной Лазаря. Нет тела, нет дела, и вообще как бы забудем об этом все. Но, знаете ли, друзья, Иисус сказал в этот момент кульминационный, когда собирался воскресить друга своего, Он сказал, «Я есть им воскресение и жизнь». Так что можно перефразировать большевиков таким образом, мы говорим «воскресение», подразумеваем Иисус. Мы говорим «Иисус», подразумеваем «воскресение». Мы говорим «жизнь», подразумеваем «Иисус». Мы говорим «Иисус», подразумеваем «жизнь». Воскресение и жизнь. И Он хочет, чтобы мы, действительно, чтобы все люди достигли познания истины. Все люди спаслись и достигли познания истины. Воскресение, да, Их жизнь, чтобы спаслись, как воскресли, как будто бы, да, и достигли познания истины. Вот жизнь сама, да, он хочет этого, очень сильно, страстно хочет. И как это ремой стало, моей ремой в 2003 году, 15 лет назад получается, ровно 15 лет скоро будет уже. Дело в том, что тогда здесь, в Киеве, я начинал служение свое, ну, уже служил. Но так получилось, ну, многие пасторы это понимают, что у всякого служителя бывает какой-то кризис. Вот у меня был очень серьезный кризис тогда, очень серьезный. Настолько, что, ну, я переживал так, себя накрутил, наверное, где-то лишнее, себя не мог простить просто-просто. Просто не мог простить себя, значит, и считал, что, ну, было предательство. Мой первый помощник ушел, вот, и с ним ушла и казна церковная, значит, там, и имущество, и документация, и все. И плюс еще оказалось, какие-то месяцы до того он вел двойную, даже тройную жизнь, вот, и на церковь пятно, и, да, не одно, не отмоешься. И я себя не мог простить, я считал, что вина моя вся, и, ну, как капитан, должен брать ответственность, думаю. Вот, и тем более я понимал, что, думаю, как пастор я не состоялся. И пред Богом у меня была отмазка такая, что, значит, ну, я же постарался, Бог, я попробовал, значит, ну, не получилось, все, извини. Теперь тут еще другой пусть поработает, послужит. Но я уже, как бы, себя пастора не видел после того разочарования. Две недели просто температурил от этих всех, от нервов. И потом, значит, с братьями поговорил и рассказал им все, что так и так я принял решение, говорю, оставить служение. Говорю, я буду помогать кому-то, ну, кого вы сами уже изберете, кого Бог поставит там непосредственно. Вот, но себя пастором больше все. Я уже зарекался тогда, в 96-м больше никогда, значит, не быть на этих должностях всяких и церковных. А здесь я еще раз обжегся, вот, так что, значит, теперь давайте другие кто-то несите служение. Я был где-то там в зале, но никакой там не напереди. И все. И это был разговор в четверг у нас, вот, в пятницу. Да, и мы, супруга, вошла в мое положение, видят, что я был совершенно не в состоянии дальше служить. Я так и объяснил ситуацию. И сказал, поехали в Россию, поехали, туда мои родители были живы, еще в Морле, поехали к родителям, как раз там и пообщаемся. Вот, там есть хорошая церковь тоже. Я хочу где-то там вот на лавочке сидеть, только вот и все. И, ну, где-то помогать, может, на подхвате кому-то, но ни в коем разе не лидером. И, представляете, утром в пятницу мы встаем, значит, все прекрасно. Я не пастор, думаю, так здорово. Жизнь проходила мимо. Вообще, думаю, да вообще, для меня это еще раз подтверждение. Думаю, точно, я еще сомневался еще с вечера, думаю, утром все, точно, это не мое, все. Спасибо, Господь, за освобождение. Солнышко блестит, дети послушные, жена умница. Я еще по поводу машины переживал, машина с первого раза завела, все, все отлично. Вообще, ну, и мы поехали в Россию. Все, думаю, красота вообще. Да, значит, и хотя что-то екнуло, что-то внутри, когда мы выехали из Киев уже. Ну, я так думаю, да ладно, думаю, это какой-то бесик там пытается мне кольнуть. Все, значит, я, значит, слава Богу, славим Богу, едем по дороге, все хорошо, прекрасно. Я за рулем, значит, жена, красавица, пятеро детей, это у нас было, пятеро детей тогда у нас было. Вот, значит, и едем себе. И в тот день я попал в ДТП. Никогда, сколько за рулем, не попадал даже в небольшие происшествия, а здесь сразу большое происшествие было. Вот, после которого меня, в общем-то, ну, как бы, очень много было, и даже моих внутренних изменений. Я сбил подростка, значит, да, это был школьник, стошеклассник. Вот, он выехал покататься на трассу, значит, на мотоцикле, значит, ну, они, как потом выяснилось все, у следователя уже там узнали. Значит, собрали в гараже мотоцикл, и в тот день они с уроков сбегали, эти ребята, со школы, и они с разных сел, получается, съезжались в одно село на этих мопедах, на мотоциклах. Ну, кто у чего, кто на чем смог. Вот, и должны были они гонять весь день, и даже всю ночь даже. Вот у них такие были запланированные мероприятия. И вот он выехал на трассу, а это было как раз, вот, если с Киева ехать, не держа и крыльевца, кто знает, да, значит, и вот с Кипти, сразу уходишь, значит, туда, значит, на Россию, и вот, не держа и крыльевца, Сумская область, одним словом. И вот, значит, и со стороны, вот, не держа и крыльевца, это все произошло. Удар был сильный, я пытался избежать столкновения в последние секунды, когда понял, что все бесполезно уже. Удар был сильный, конечно, но шутка ли, ну, все-таки, как, две тонны на скорости, как бы, и мотоцикл, парень, значит, шансов у него не было никаких. Значит, и пытаясь избежать столкновения, я съехал вниз, но не буду подробно расписывать, скажу лишь, что для парня был удар смертельный. Значит, конечно, значит, и я, значит, когда удостоверился, что жена целая, дети целые, выбежал из машины, побежал на дорогу, знаете ли, никогда в жизни до того не чувствовал я это, настолько это страшно и вообще мерзко, когда на себе кровь человека. Знаете ли, это никогда я не считал, что убийство будет на моей совести, знаете ли, вот, вот, и это пережить, это было для меня, это, как вот, просто... Как будто кино мне казалось про кого-то, это как будто не я, как будто это о ком-то вообще, не обо мне, но это было обо мне. И я подбежал к этому мотоциклу, там, ну, мотоцикл добавлялся и потом тело, и вопил к Богу, я впервые в жизни вот так вот вопил, я даже не помню всех этих слов, просто вопил к Богу, вот, и, наверное, стал протестантом там на дороге я, потому что я протестовал, я протестовал всего-то серьезно, я никогда так в жизни в молитве не протестовал против чего-то. Наверное, повода не было, не знаю, а здесь сразу такой повод. Я протестовал против смерти, я протестовал, что это... у меня было четкое понимание, это не его день, это не его час вообще, он должен жить. Представьте, мальчик похож на моего ребенка, да, значит, вот, и валяется вот без признаков жизни. Бог был милостив ко мне тогда и к этому мальчику. Дело в том, что мальчик воскрес, он ожил, хотя был без признаков жизни, но ожил. И он стал шевелиться, стал подниматься, я, конечно, знаете, когда он ожил, то я сразу, значит, о, как тот еврей, знаете, вот, верю в Господи, помоги моему неверию. Ну, то есть, как бы, странно, думаю, может, это не был смерть, может, это был просто обморок такой, у него глубокий такой получился. Хотя, думаю, по своей уже работе, я знаю, отличить, как бы, значит, тело от... ну, я не медик, правда. Так вот, я художник, вообще-то, по своей специальности, поэтому, понимаете, у меня даже другое описание немного. Ну, так вот, и моя доцерковная специальность, художник, вообще, художник, мой язык, вообще-то, это краски, кисти, это графика и живопись. Это мой язык, как бы, чем я могу вам лучше рассказать, наверное, чем словами. Но словами я расскажу следующее, что мальчик ожил, он стал подниматься даже довольно активно, я был в недоумении, значит, и у него лицо было чисто, неповрежденно, а сзади была разбита голова, значит, знаете, вот, как будто, вот, переспел арбуз, треснул, да, вот, и там мякоть склокотало, вот это вот, значит, ну, мозги эти были видны. Вот, значит, и вообще, это не очень приятное зрелище было, но я вообще кровью боюсь по жизни, вообще, знаете, вот, ну, это у нас там, вот, Таня, наша средняя дочь, она такая, что, если что, сразу, Таня, выгнята, или перевяжи, да, она у нас такая, она сейчас, кстати, медицинская мучается, молодец, она здесь у нас всех перевязывает, нас всех лечит, вот, значит, и, и, представляете, значит, а здесь я, как бы, даже и придерживаю мой сам эти косточки эти, во-первых, я боялся, что там дальше раскроется и вывалится что-то оттуда, значит, боялся, а во-вторых, он еще, знаете, ну, он тоже в шоке, значит, значит, он грязными руками лезет туда, сейчас, не допустим, мозги почешет, думаю, значит, туда лезет, вот, я ему придерживал, поэтому, чтобы он не залез туда, в мозг свой-то, значит, и, и, а там дальше чуть ближе к крыльевцу, ну, это было на взгорочке, а внизу там, раньше была кафешка, сейчас ее нету ее, вот, придорожная такая, закусочная такая, там, дальнобой все время останавливался, и, вот, значит, и, ну, тоже каждый раз там, то, шашлычок, то еще что-то заказывали, вот, то есть место знакомое, это для меня было хорошо, и, представляете, а здесь, значит, они уже видели, что там ДТП, да, и позвонили, хорошо, позвонили сразу туда, в Крыльевец, приехала скорая, значит, но скорая такая, из медикаментов, а не носилки, вот, значит, вот, я думаю, такое только в юмореско бывает, оказывается, в реальной жизни бывает, еще круче, чем юмореско, вот, и, значит, и врач, вполне такой пессимистичный, вот, типичный советский врач такой, значит, откуда они такие сохранились еще, оказывается, оказывается, есть на местах такие, вот, значит, и он, значит, сказал, его сразу прям диагноз, мы его не довезем, как бы, шансов нету, как бы, значит, ну, в морг его сразу повезем, вообще, думаю, это, это что это, ну, ладно, значит, ну, да, он посмотрел, ну, рано весь ввестимый жизни, вот, короче, ну, ладно, его загрузили, значит, и повезли, вот, значит, в королевец, ну, машина такая, она называется скорая, но она не скорая совсем, она такая, знаете, вот, УАЗИ, УАЗИ, буханка, по чайной ложке, скорая медицинская помощь, все три слова ложь, вообще, кстати, я потом об этом рассказывал на одном телешоу в Штатах, значит, рассказал, меня пригласили, там были христиане разные, я за свидетельством об этом рассказал, опозорил ту больницу перед всем светом, миллионы просмотров были, представляете, значит, слушателей, вот, значит, и местный депутат нашел такие все-таки средства, и когда через несколько лет я был снова в королевце, уже проповедовал в одном из собраний, там были медицинские работники, они благодарили меня, говорили спасибо, даже в Киеве таких машин очень мало, у нас реанимационная со всеми народами вообще такая, что даже в Киеве таких штучная вообще есть, то есть, при возможности все могут найти, вот так вот, да, при желании, да, при желании, вот, значит, возможности всегда есть, да, значит, было бы желание, так вот, но не о том я, о том, что Бог совершал много чудес там, значит, и вот с этим мальчиком тоже были чудеса, а я сам думал, может, это действительно было все-таки обморок, а не воскрешение, значит, и приехали милиционеры, вот, значит, да, и они смотрели это место происшествия, ну, и как бы их ментовский взгляд был однозначен, что, ну, шансов у пацана нет никаких, вот, тело лежало где, его транспортное средство, не подлежащее восстановлению, вот, мое транспортное средство, как говорится, значит, ну, я еще говорю этому, познакомился там с Сергеем Шкурой, капитан был тогда он, познакомился с ним, кстати, интересно, такой дядька, такой, ну, душевный, понимаете, вот, им интересно, тем более, когда батюшка, а я был в подряснике таком своем дорожном, вот, значит, и это лучше, чем депутатская корочка даже, вот, значит, антиполицай, вот, значит, и, да, значит, обычно отпускают сразу, и даже руку целуют, еще и даже денежку дают, вот, вот, кому из депутатов, ну, ты даю денежку, а батюшку даю, ну, так, вот, так, что... Ну, это правда, Лев, бывай, ну, ну, это какой-то, 20-ка в роду собирать. На храм, да. Ну, вообще, значит, и по этим ментовским всем моим приметам это был летальный исход, вот, но я говорю, значит, этому Сергею Шкурой, говорю, что, значит, увезли-то его, говорю, значит, ну, все-таки в реанимацию, надеюсь-то, вот, значит, ну, говорит, ну, ненадолго, при всем, при том, что мы видим, это не первый год на дороге, ну, ладно, и когда приехали на место уже, ну, уже туда, в Крыльевец, в больницу, потом милиция-то, значит, там, и в отделении уже был в этом, в кабинете следователя. И вот здесь начались такие свидетельства уже. Заходит врач скорой помощи, тот самый, я его сравниваю, да, что забирал с места происшествия такой, вот, значит, и он, значит, разговаривает со следователем, я все это слушаю, знаете, вот, как кино какое-то наблюдаю, он говорит следователю, признается ему почему-то, что он неверующий человек, как бы я так, к чему это, он не мне это говорит, да, и ему насповедь пришел. С следователем? Бесповинный. Я не знаю, но он его, что неверующий, потом говорит, чертовщина какая-то, значит, все-таки во что он верит, все-таки, получается, да, пусть не светло, но темно, но хоть во что-то верит, значит, и он говорит, что это не была, говорит, массовая галлюцинация, потому что это все не приснилось нам, вот, и кровь еще оставала свидетельством, что это все было на самом деле с мальчиком. Дело в том, что привезли его когда в больницу, оказался он, говорится, живой. Вот так вот. То есть за тех минут 10-15, что везли его, это возле крыльевца фактически, я тут предполагаю, что минут, ну, может, 15 везли его до этого крыльевца и до этой больницы непосредственно, их ходом тихим. Так вот, за это время мальчик был полностью исцелен, то есть его кости срослись, кожа срослась, ему кровь смыли когда здесь, не нашли ни царапинки, ни чебошинки, ни синячка даже, то есть это бесшовно срослось и без всяких там этих, да, поэтому они говорят, это чертовщина какая-то, это одно. Второе свидетельство этого хирурга, тот был вообще, кстати, хирург был, он уже покойник, кстати, недавно он умер, вот мне так рассказали просто крыльевецкие, уже верующие, и в том числе там сотрудник, значит, этой районной больницы, там с разных районов больных привозят, и, интересно, хирург был убежденнейшим атеистом, славился в этой больнице именно своим ярко-атеистическим воззрением, будем так говорить. Но самое интересное для него это было очень сильное свидетельство, я все-таки надеюсь, что перед смертью все-таки он вспомнил о Боге, потому что тогда, по крайней мере, в 2003-м для него это было свидетельство. Дело в том, что мальчика, но он не видел, правда, черепа этого расколотого, и не видел сразу, понятно, как это все срослось, лишь со слов врача скорой помощи он мог это слышать, но зато он кое-что видел, что не видел другой врач. Дело в том, что, значит, этого мальчика разделили догола, его осматривали всего, и вот здесь хирург был немного озадачен. Одежда показывала, что на нем должны быть повреждения на теле, но самое интересное, под одеждой все было чисто, ни синяков, ничего, ну, это было, во-первых, его изумление. Потом его расспрашивали попутно, вопросы задавали, нужно проверить его еще состояние мозги, значит, там, да, он отвечал адекватно на все вопросы, говорил, все вроде внятно, хорошо. И вот здесь началось. Этот хирург, мальчик этого узнает, и говорит, ты у нас лежал в хирургии ведь, да? Да, лежал в хирургии. Был перелом, да, был перелом, срослось с первого раза хорошо, он уже гонял снова на мотоциклах, в школу ходил, все нормально было, тогда зажило хорошо. И вот здесь началось уже сверхъестественное. Дело в том, что, когда проверяли, делали снимки, не только следов от новых переломов не было, но и следов от старого перелома не было. И врач этот, он, следователю, свидетельствует, что как бы у него хорошо в прошлый раз не зажило, на снеге должен быть обязательно след от старого перелома. Не бывает бесшовного срастания костей. Это одно. Потом были другие врачи, но тех я уже не знал, уже новые люди, и уже до вечера все затянулось, потому что чертовщина для них была. Но на самом деле это боговщина, или как назвать это, не знаю, как, богуславщина. Можно так сказать, красивое слово, кстати, богуславщина, мне нравится. И, представляете, вот те другие врачи уже делали еще снимки, повторно перепроверяли, но вечерние все эти снимки подтвердили актуальность того, что сделано было сразу после приезда в больницу. Потому что по снимкам, судя, у него не было никаких проблем с органами, его органы все были целы, его кости все как будто не ломались никогда вообще в жизни. Но хирург доставал, пожалуйста, запросы, все, значит, у него прежние снимки были. Того перелома. Вот в чем дело. И поэтому хирург просто говорит, это очевидно, но невероятно. Такого не бывает. И, значит, хорошо. Потом врач скорой помощи, значит, снова у следователя. Я сам, честно говоря, наверное, имел глупое выражение лица. Я верующий, но не на стопе. У меня это тоже шок, честно говоря. Вот я всякое видел, но, во-первых, первый раз в жизни запоконника молился, и он воскрес. Это один стресс. Ну ладно, еще это полбеды. Но ведь он уже еще и полностью ожил еще. И полностью, хоть бы что, как с гуся вода. Хотя бы хоть что-то. У нас это там, у детей, у жены там синяки, значит, там она еще, жена еще колено повредила. Вот, значит, ударил, ушиблась там полгода. Всякая терапия была дорогая, значит, там, ну, как бы тяжело было, значит, было восстанавливать колено. Вот, значит, и у детей у всех синяки были, ссадины. Так что первой ночи все засыпали, все охали-ахали там, значит. У нас была как будто госпиталь, а не квартира. Так, да, просто времени там уже маловато. Слушайте, господа. Хорошо, значит, я скажу короче. Значит, Бог совершил чудо, одним словом. Он воскрес, и он полностью был исцелен. Значит, и страх такой божий хороший напал на милицию, на СБУ. Там все, кто были там, они все были в шоке, честно говоря. Меня провожали, как с Верховной Радой депутатов. Всем коллективом трудовым. Со всех кабинетов, даже самые ленивые мы шли. Вот, значит, представители этого, значит, этой работы. Вот, значит, и провожали, лишь бы я побыстрее от них уехал. Вот, представляете, вот реально, чуть не все, выйдите от нас. Они-то местного знали, батюшка, но они с ними все нормально как бы. А здесь-то совсем другое, понимаете ли. Так Бог-то настоящий. Вот это уже да. И мы ехали обратно, мы поехали обратно домой, поехали в Киев. И по дороге в Киев я пережил еще один стресс. Хотя думал, что для меня уже достаточно. Вот так вот, выше крыши этого стресса. На сегодня хватит. Но, оказывается, это было лишь начало. Оказывается, это было далеко не все. Оказывается, самое для меня серьезное было вот как раз вот это вот. Вот это вот началось. Представляете, я не псих, я не слышу голосов. Значит, я нормальный человек. Знаете ли, и владение оружием, и права, проверяюсь регулярно. Значит, да, значит, и у меня не было никаких там отклонений психических никогда в жизни. И в родстве никого у нас, психов нету вообще. Вот, понимаете ли, но в тот день я слышал голос. Уже ночью, точнее уже ночью, получается, да. Уже поздно. Было поздно вечером ночью фактически. Я слышал голос. Притом не просто голос, а это был громкий. Как будто в машине резко... Я в машине не люблю громкую музыку. Я заключаю обычно чуть-чуть всегда. Вот, а здесь как будто резко врубили громкую музыку. Настолько это был громкий голос. Я это понимал, что это... Я ушами своими слышал. Понимаете, я не псих, но я слышал ушами своими этот голос. Он был очень громкий, и он говорил три раза одно и то же. Он спрашивал меня. Это так по-еврейски. У меня куча вопросов. Мне бы кто самому ответил на все эти вопросы? За что и почему и как вообще? И что мне с этого будет? А здесь, понимаете ли, а здесь этот голос. Меня спрашивал три раза одно и то же. Еще, кстати, интересно, на будущий день уже, в субботу, дома общаясь, я вдруг с удивлением обнаружил, узнал, что жена, кажется, ничего не слышала. Как? Это так было слышно. Это далеко за машиной было слышно. Это физически я слышал. Никогда до того и после того у меня в жизни никогда такого близко даже не было. Ничего. Даже близко. А здесь? Три раза, вот я за что купил, зато продал. Что же он спросил меня? Он спрашивал, ты это видел, только громко. Я не мог ничего ему ответить. Вообще. Вообще. Где мой язык? Где я что? Я не мог ничего ему сказать абсолютно. Только лишь у меня там что-то воровалось. Беме, что-то там. Да, Господи. Что-то да. Говорю и все. Ничего не мог. Хотя сам. Мне бы в основном кто-то ответил, что это было. И три раза он меня спросил одно и то же. Видел ли я это? И третий раз. Я был вообще не в состоянии даже что-то сказать вообще в ответ. И третий раз, когда он меня спросил, видел ли я это, да? Значит, тот же самый голос так же громко сказал следующее. Дальше. Продолжаем. Он сказал, вот так будет и с церковью. И все. И куда ушел? Откуда пришел? Кто его знает? Нет. И вот этих 15 лет ничего для меня даже близко не было. Честно говоря, такой стресс переживать, как он говорит, даже не очень-то хотелось бы. Честно говоря, это стресс серьезнейший для меня был. Может, кто-то и покрепче есть люди, но я не мог больше его слушать даже. Но самое интересное, когда этот голос так вот прозвучал, после этого уже не было никакого голоса, никакого шума вообще. Дальше были мои мысли, но это были мысли из Писания. Я так люблю, когда мысли из Писания. И когда они сами собой приходят, тем более я это очень сильно люблю. Когда они сами собой вдруг появляются, мысли, и они из Библии. Это так приятно, вообще так здорово. А здесь, еще довольно далеко ехать, это было еще до Кипти, если ехать оттуда. Вот, значит, и одна и та же мысль была. Я есим воскресенье. Десятки раз одна и та же мысль. Я есим воскресенье. Я есим воскресенье. Еду, и мне приятно, не надоедает. Знаете, хотя десятки раз одно и то же. Одна и та же мысль. А потом еду дальше, мысль продолжается. Я есим воскресенье и жизнь. Я есим воскресенье и жизнь. И вот в Кипти тот поворот мне запомнился на всю жизнь. Когда я съезжал уже, ну, Черниговская трасса, да, это. Уже съезжал уже на Киев с этих Кипти. И представляете, мысль продолжилась. Вот таким образом, интересно. Это не было шумом, никаким это голосом. Это просто мысль была. Но это было вот таким образом. И верующий в меня, даже если умрет, оживет. Ну, не совсем по тексту синодальному, но мне это вот так понравилось. Интересно. И верующий в меня, даже если умрет, оживет. И до самого Киева, пока мы въехали, это все продолжалось. Одно и то же. И уже въехали в город, уже прекратилось это воспоминание однозойливо. Одно и то же. Я не мог о другом ни о чем думать. Только об этом. Этим были захвачены мои все мысли абсолютно. Слава Богу. Да. Вот с того момента я живу этой рэмой. Я живу этой рэмой. Я знаю, что, знаете, реформация – дело невозможное. Всегда. И, честно говоря, в 96-м, когда Бог призывал меня, во-первых, выйти из традиционного православия, я вышел по своим идейным соображениям, по решению собственному. Слава Богу, меня супруга поддержала в этом отношении. Потому что я не уверен, решился ли я бы тогда, знаете ли, выйти из этой системы, огромной системы, тем более страшной, связанной с мафией и прочей, с политикой. Но я вышел тогда, по милости Господней, и начал служение такое реформаторское, уже евангельское православное служение. Но все равно, кто-то, может, смотрел старую программу нашу еще 20-летней давности с Алексом Шевченко, программу «Угол». Посмотрите, я там молодой, и Шевченко еще там, еще совсем еще пацан. Но, хотя всего лишь 20 лет прошло, но уже столько много всего изменилось с того момента. И вот программу «Угол», да, с Шевченко мы снимали тогда, вот здесь, в Киеве, кстати, 98-99 год как раз. И, представляете, интересно, до 2003 года, до того происшествия с этим пацаном, понимаете ли, я, опять-таки, временами верил, временами не верил, что это возможно. Как это может быть вообще, реформация? С того момента, когда меня спрашивают, вы сами верите в реформацию церкви, вот в частности православной ветви христианства, я говорю, и да, и нет. Но я это видел, я это видел, я это слышал, я это видел, по крайней мере, сам даже пощупал, даже как Фома. Знаете, вот, потрогал сам уже, лично. Слава Богу. Господь есть воскресение и жизнь. Я живу эти 15 лет этим откровением. Вот, и с вами поделился этой ремой. После этого были другие случаи, конечно, тоже, и воскрешение из мертвых были, уже не раз, уже были после этого. Вот, значит, даже еще более зрелищные были, нежели то первое событие. Но первый раз молиться за умершего, именно за воскрешение, для меня был шок. Но, знаете ли, вот пережив этот шок, я понимаю, что это так же, как и молиться за исцеление больного. Просто надо меньше думать о том, как это может быть вообще. Вот, потому что начнешь думать, ну, как бы, весь кайф уходит. И вообще, и все понимание это уходит вообще. Вот, начнешь думать, и, а получится ли, а не получится ли. В этом отношении нужно просто меньше думать. Вот, реально, вот, просто действовать. А Бог уже совершает уже дальше работу. Случаев было уже несколько воскрешений после этого. Ну, с десяток могу назвать случаев. Ну, самый такой был, тоже сногсшибающий для меня. Просто ехал в поезде, значит, и померла эта, ну, проводница. Врач констатировал смерть ее, значит, медицинский, ну, медицинский врач, да, врач. Начальник поезды был там, значит, были с разных вагонов, сбежали с проводницы. А эта женщина, она отравилась, вот, значит, там, и, в общем-то, ну, и все, и летальный исход. Вот, и при мне отменяли, значит, реанимационную машину. И этот начальник поезда уже по громкой связи там передавал, значит, ну, это в этом купе, где проводники все эти, в этом отсеке, где есть самовар там и прочее. Вот, значит, и, значит, вызывал труповозку. Вот, и это был как раз момент, когда я там оказался. Меня пригласили две плавчища, эти вот женщины, эти вот проводницы, одна с нашего вагона, другая, значит, там еще с какого-то вагона, вот, значит, помолиться за эту женщину. Ну, они как отходную молитву, они понимали, по-своему понимали, как бы, мою миссию там, как бы. Вот, я был в гражданском одежде, но мои рясовые силы знали все в вагоне, что я батюшка, там, ну, вел такую, как бы, такую работу в вагоне. Просвидетельскую, вот, значит, и это во благо научилось, потому что пригласили, как раз, значит, ну, вроде на отходную молитву, но я предложил другой вариант молиться за ее воскрешение. Врач, который констатировал смерть, он на меня смотрит, знаете, как на психа, думает, еще один пациент. Понимаете ли, он специалист, он выходит из купе, значит, где проводники, значит, там лежит тело, значит, там глаза туда, значит, закатились, она вся такая страшная вообще. Как-то она похожа на Фиону, это вот, жена Шреха. Такая зеленая, вся такая зеленая, почему-то такая вот, какая-то была такая. Вот, значит, и глаза туда закатились. Вот, ну, значит, и женщины все плачут, а я предлагаю молиться за воскрешение. И врач, он меня так смотрит, я это запомнил взгляд его вообще, знаете, вот, как удав на кролика, наверное. Вот, значит, и хорошо начальник поезда, он был за все вообще, он молодец, он не против. Вот, как бы, вот, значит, и я говорю, женщины, давайте молиться. Они сразу хором там заревели, мы не можем, говорю, ерунда, можете, говорю, можете молиться. Короче, они повторяют, там молятся, как каются, кто повторяет, кто не повторяет, я не знаю, я же на них особо не смотрел, но слышат, доносятся там, каимся что-то там, молимся что-то. Ладно, хорошо. И женщина жила. Признаки жизни появились. Глаза стали туда, заходить обратно, в нормальное состояние. Она еще страшная такая вся, значит, но уже, как бы, уже хотя бы, ну, реакция есть какая-то на ней. Врач там, сзади меня стоит, и я думаю, что он был просто в шоке. Дальше молимся. Женщины еще больше ревут эти. Я верю в особую силу молитвы атеистов вообще. Значит, вот, серьезно, серьезно, да. Вот, я, кто и Бога, так до Бога. Вот, и поэтому, когда мне говорят, я не умею молиться, ерунда, я этому не верю вообще. Любой может молиться. В окопах атеистов нет вообще. Вот, я, кто и Бога, прижмет любой молиться вообще. Вот, я там с одним ветераном помню, как раз 91-й год был там в одной больнице, и там умирал ветеран, значит, он весь фронт прошел, от и до. С 41-й по 45-й годы орден носит, все, дед, значит, умирал. Значит, и впервые он говорит, я хочу исповедоваться перед смертью. А я молодой священник, приехал только туда, вот, как раз, в этой, ну, больнице. И он, значит, да, так говорит, я впервые в жизни хочу исповедоваться. Ну, уже пора, уже умираю. Вот, значит, весь в ранении был он еще, но прожил долгую жизнь все-таки, шутка, до 91-го года. Вот, значит, и, представляете, и коммунист, орден носит, все прочее. Но, говорит, то, что кино показывает, это все ерунда, вот, там все молились, все вопиливают, все орали, говорит, Богу. Там, не важно, там, какой там партийный, не партийный, когда все, вся земля превращается просто в ад настоящий, там все орут, говорит, Богу, все орут. Ну, там и животные орут к Богу, там все орут к Богу. Вот. И он говорит, что Бог сохранил меня. И самое интересное, а я спросил его, вы вообще молились в жизни, вот, про секрет, скажу, вот, молился, вот. Но после войны об этом никому даже жене не рассказывал. Вообще, ну, как бы, для него, как позорный считался бы, он коммунист, все. Но я знал, что точно, что Бог его сохранил, вот, меня Бог сохранил вот тогда. Вот так вот, при этих артобстрелах, когда вся земля была вот так вот, месиво. А я же мой, лишь осколки только, и все. Вот так вот. И, значит, и, ну, ладно. Да, и Бог совершил чудо тогда, тоже, та женщина жила, значит, и на глазах ожила. И начальник поезда звонит, это громкая связь, это, что отбой этой, как его, труповозки, снова реанимационную машину вызывает. А там по громкой связи слышно все же, а там кричат ему, да что у вас там происходит вообще? Короче, чудо. Ладно. Вот. К моменту приближения уже к станции, женщина была настолько уже в хорошем состоянии, она повторяла слова уже. Она говорила слова молитвы, покаяния, все, значит, там и плакала тоже женщина, другие плачут. А эти женщины плачут, так интересно, я же им никакого слова не говорил, они сами. Одна там, пальчик у себя горит, такой бросил, так вот так вот. Другая там, они каются, публично такие говорят грехи, я бы помолчал бы вообще. На их месте. Но самое интересное, это уже они сами, это уже я не виноват уже. Это не сами, вот такая исповедь была. Значит, и когда уже, уже, эта станция уже близко, представляете, дали отбой даже реанимационной машине. Женщина уже, врач проверял ее, она говорит, в нормальном состоянии, она может доехать до конечной станции. Вот, значит, и там уже больница уже, там ее дом родной. Самое интересное, через две станции она уже ходила чай разносила. Ходила чай разносила. Красавица, такая, знаете, вот такая, розовенькая такая, красивая уже такая, была страшная какая, представляете? Вот, Бог совершил чудо какое. Вот это да, Бог совершил чудо. Да, да, да. Да, жалко меня не было в той сказке, я бы подсказал, как надо стать. Ладно. Значит, и, конечно, у нас мало времени уже, да, господа, дамы и господа, братья и сестры. Скажу, что вот эти имена Господа, они действительно святые. Ну, любое имя, оно открывает Бога как-то удивительнейшим образом. Но для меня вот эти вот воскресения и жизнь. Давайте скажем вместе вот этот стих, процитируем вместе, три-четыре. Иисус сказал ей, я, Есим, воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, а живет. И я верую, что это касательно и церкви. Раз это прозвучало, то уже, ну... Меня братья из нашей церкви, из других церквей спрашивали, а вот, как вы думаете, о какой церкви шла речь? Я говорю, я не знаю. Но тогда по умолчанию я считал, что, ну, вся кулик своя болота хвалит, как говорится, значит, да. Я, значит, считал, что только лишь о православном церкви идет речь вообще. Вот. Тем более, что протестантам чаще всего не нужно воскресение. Нужно пробуждение нужно. Нужно пробудиться, да. Вот. А что касается православия, там буди бесполезно. Пробуждение бесполезно. Буди, не буди, если уже смердит уже. Да. Как-то рыба на рынке, да. А, значит, когда, а что ж она свежая, свежая, а что ж она свежая? Она спит. А что ж она воняет-то? А вы себя во сне контролируете? Вот. На детском рынке такое слышали. Но, ну, это вообще старый еврейский анекдот, но услышал это, я, конечно, оценил. Значит, одесса еще все-таки жива. Знаете ли, коли еще сохраняются такие индивидуумы. Индивидуумы. Хорошо. Я, значит, со своей стороны скажу, что Господь милостив, и Он действительно... Вспящий, встань спящий, написано, да. Воскресни из мертвых, да. И написано, освети тебя, Христос. Я верю так же, что касательно церкви. Спящие души, да, Бог пробудет. Спящий христиан, спящие конфессии, динаминации, Бог пробудет. Он хочет пробудить это. Действительно, и молитва не тщетная о пробуждении, это правда. Но мертвых Он воскресит. Мертвые души, как по Гоголе. Помните, Николай Васильевич, он писал как раз комментарий. Нам в школе лапшу вешали советскую по поводу мертвых душ Гоголя. А сам-то Гоголь совершенно иначе видел свое произведение. Он-то писал своим друзьям в переписке, что мертвые души, это души без Христа, без Евангелия. И пишет друзьям своим, комментируя свое же произведение. Не будьте мертвыми, но живыми душами. И указывает на Иисуса, указывает на Евангелие Царства, Евангелие Христова. Слава Богу. Это вот прекрасно. Мертвые души, да. Я даже, пусть Гоголь не обижается на меня, написал такую пьесу, пусть меньшего объема, но назвал ее «Живые души». Опокаившихся, Чичиковых, опокаившихся, которые приезжают уже с Евангелием. Опокаившихся, значит, ну, всех и Плюшкиных, там, значит, и всех-всех-всех. Вот, знаете, вот... Ну, почему, думаю, вот, думаю, Николай Васильевич был бы очень рад, если бы действительно его персонажи покаялись, думаю. Вот, тем более, что в друзья он писал именно об этом как раз, что действительно души должны быть живыми через Евангелие, через Иисуса Христа. Вот, очень хочу эту пьесу поставить, чтобы действительно обыграть ее так вот популярно, вот, чтобы людям было понятнее, действительно, послание самого Гоголя, собственно, которое он имел тогда. Хорошо, друзья, а то уже пошел в литературу уже, да. Благоставляй вас благословением священническим, благословением священническим, вот, то благословение в преди Пасха, мы сейчас будем еще совершать хлебопреломление, и наше причастие, я люблю причастие совершать у нас в церкви, но когда в гостях, еще больше люблю. Почему? Потому что, когда мы разные, причащаемся все от одного хлеба, когда мы разные, по-разному славим Бога, но мы вместе совершаем Таинство Евхаристии Божественной, то действительно, тело и крови Христа, то действительно в этом есть могучая сила. Можно много...